В Бресте прошел очередной обучающий семинар для футбольных специалистов. Под эгидой футбольного клуба «Динамо Брест» состоялась встреча с известным португальским тренером и скаутом Жуау Сантошем. Наш гость обладает огромным опытом, он более 20 лет трудился в молодежной системе Лиссабонской Бенфики и молодежных сборных Португалии разных возрастов. Упустить такую возможность обменяться мнениями с мэтром и почерпнуть новое знание не могли и белорусские специалисты. Одним из слушателей, к примеру, был известный тренер Петр Качура. Это было приятно слышать, какая у них профессиональная подготовка молодых футболистов. Ну вот эти вещи они как-то переносятся, то есть учитывая там… Однозначно все люди, независимо от того, какой ты нации, какого цвета. Просто это надо правильно внедрять и брать опыт, который уже проверенный. Потому что сколько было… не однажды была фраза, что они тоже проходили те вещи, которые у нас, но они их исправили. И у них уже все отработано. И поэтому показывает футбол, Португалия, везде во всем мире эти игроки ценятся. Поэтому нам надо перенимать опыт и постараться внедрить в нашу страну, в нашу психологию. Особенно тренерам, потому что от тренера очень много зависит, как он передаст молодому поколению. То есть он должен себя начинать, правильно? Если он будет себя правильно вести профессионально, футболистам это передаст. Соответственно, уже тренер, руководство, то есть все вместе мы должны повышать качество подготовки молодых футболистов. Соответственно, это вылится на, еще раз повторюсь, на наших профессионалов, на наших сборников и так далее. Насколько часто вот такой опыт вы встречали, то, что организуют такие семинары? Потому что у нас в стране не часто это встретишь, а вот по Европе, где там в Англии играли. Ну, вы знаете, больше, да, были семинары. Я ездил в Манчестер-Сити с Протасовым, там очень все похоже. Самое главное, подготавливать не только футболиста, а разностороннюю личность. То есть взращивать полноценную личность, которая будет и хорошо учиться, играть в футбол и читать. То есть, понимаете, не только узконаправленно, вот ты будешь хороший футболист, хорошим человеком. Вот это самое главное. Поэтому я такой опыт был в Манчестер-Сити. Ну, очень похоже здесь. И еще три дня в Аяксе. Тоже очень все похоже. Но нам это надо все внедрять. А на себе я проходил это все в Англии. Поэтому все это проходил на себе. Но как это передавать молодым, обучать, как тренер, всегда есть над чем развивать. Ну, как повышать свою квалификацию. Поэтому это очень полезно. Здесь вы встретились с Клэпином Блэкмаром. Он недавно влился в нашу семью, стал работать в Академии. Как-то вот вы тесно показалось, общаетесь очень. Вы знакомы раньше? Нет, мы раньше не знакомы, но я играл под руководством Стива Брюса, который играл много лет в Манчестер-Юнайт. Это у нас очень много было тем. Соответственно, я играл с Гаррисом Тейлором, он с Уэльса. Дин Сондерс, он с Уэльса. И он с Уэльса. Поэтому футбольный мир, он очень маленький и тесный. И мы, вы знаете, разговорились и очень много общих тем, много общих знакомых. Но мне нравится его понимание. И больше мы обсуждали все-таки, надо играть более атакующий футбол. Тогда будут развиваться все. Если футбол открытый, то будут развиваться и защитники, и нападающие. Потому что, если обрывается атака, естественно, защитники должны уметь обороняться один в один, один в два и так далее. То есть, это очень такая глобальная концепция. И мы в этом сошлись. Очень похоже. Одной из ключевых задач футбольного клуба «Динамо» в Рест является воспитание в собственной Академии молодых дарований, которые через несколько лет должны будут пополнить основной состав команды. И помощь таких специалистов, как Сантош, в этом деле неоценима. Тренер нашей Академии Руслан Азаренок поделился с FCDB-TV своими впечатлениями о двух днях занятий с португальским наставником. Очень много полезных вещей узнали, потому что как раз тема Академии, то, что нас очень интересует. Очень интересно было слышать, как это все устроено. В Португалии, в частности, в Бенфиге. Что-то новое для себя познали? То есть, очевидно, человек приехал с таким опытом, большим, что много чего может рассказать. Ну, естественно, кое-что почерпнули. И очень интересная вещь, что касается подготовки юных футболистов, как она строится в Бенфиге, насколько они им позволяют креативить, в тренировках в игроках. Вот здесь очень много интересного знали. Это вот вещи такие, которые переносятся. То есть, понятно, в Бенфиге Академия огромная, в целом европейский такой подход. Здесь у нас только все начинает строиться, уже какие-то результаты есть. Ну, самая главная мысль в Академии, и она все идет, вся эта мысль идет через всю Академию, что они позволяют ребятам делать много на поле того, что, как бы, ну, не ставят их в рамки, скажем так. У нас в Академии в рамки ставят? Ну, у нас есть какие-то свои тактические моменты, когда мы требуем, чтобы делать вот именно так, а не так. А там больше их направляют, но они должны сами принимать решения во время матчи. Сам Жуао Сантуш был приятно удивлен своим визитом в Белоруссии, в Брест, а также условиями, в которых готовятся молодежные команды нашего клуба. Но важнее всего для тренера возможность передать накопленные знания напрямую молодым специалистам в далекой стране. И своего воодушевления португалец не скрывал. Получить приглашение от Динамо Брест – это большая честь для меня. Я люблю делиться своим опытом с другими, но и, конечно, сам получаю новое знание от тренеров. В данном случае – от белорусских. Естественно, я приехал не учить кого-то, а именно делиться знаниями, рассказать об устройстве футбола в моей родной стране. Такие семинары – это постоянная практика в Португалии и других странах. От этого мероприятия у меня только положительные впечатления. Всегда приятно пообщаться и узнать, как развивается футбол в новом для меня месте. Задавалось много вопросов, и мы вместе получили немало ответов за эти два дня. Это приятно и значит, что все участники не просто приехали отбыть номер, а с интересом слушают и узнают новую информацию. Надеюсь, всем сторонам этот семинар даст пищу для размышлений, над которой нужно подумать и прийти к собственным выводам. К сожалению, у меня было не так много времени, чтобы погулять по городу и лучше узнать Брест, но то, что я увидел, мне очень понравилось. У вас красивый и комфортный для жизни город. Отметим, что проведение образовательных семинаров в Динамо Брест уже стало традицией. Следующая встреча намечена на конец октября. Более точная информация о датах, спикерах и условиях участия появится на официальном сайте нашего клуба в ближайшее время.